Российские семьи в марте получат 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Такая новость появилась на просторах интернета, но не успели радостные мамочки начать планировать на что потратить деньги, как СМИ стали выкладывать опровержения. Фейковая новость появилась после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о мерах поддержки российских семей. При этом глава государства подчеркнул, в качестве госпомощи малоимущие и малообеспеченные семьи получат выплаты на детей от 8 до 16 лет. Также он напомнил о ежемесячных выплатах семьям с низким уровнем достатка, где есть дети до 7 лет, и родителям-одиночкам, у которых есть дети в возрасте от 8 до 16 лет. Однако речи о марте не было. В Пенсионном фонде России посоветовали ориентироваться на достоверную информацию, которая публикуется на официальном сайте ведомства. В России планируют ужесточить наказание для жителей страны за куплю-продажу валюты на черном рынке, причем в ближайшее время. Такая информация появилась на разных сайтах, например, Банкиру и РИА Новости. Но и эту новость признали фейком. Ее опровергли в Совете Федерации. Как пишут ведомости, вице-спикер Верхней Палаты, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев, пояснил, что такой вопрос в Совете Федерации не рассматривается. По его словам, никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу или покупку валюты не обсуждали ни в Совете, ни в правительственной комиссии. Новость о том, что в России будет дефицит лекарств, вызвал панику, особенно у тех, кому необходимо получать медикаментозную помощь систематически. В связи с этим в аптеках страны начался ажиотаж. Такую информацию публиковали на сайте РИА Новости. Однако в Минпромторге заявили, что в стране имеются все жизненно необходимые лекарства. Также в пресс-службе ведомства сообщили, что медицинские изделия не подвергаются санкциям, а значит, для жителей России лекарства будут доступны.